Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Одной из самых обсуждаемых тем уходящей недели стало грядущее повышение утилизационного сбора на автомобили, который российское правительство вводит с 1 октября 2024 года. Что это такое и как повлияет на нашу жизнь, сегодня порассуждаем на эту тему. Утилизационный сбор — это такой специфический налог, который обязаны уплачивать производители автомобилей внутри страны, а также импортеры, завозящие в страну автомобильную технику из-за рубежа. Формально утилизационный сбор взимается для обеспечения последующей экологичной переработки транспортного средства. И этот дополнительный сбор в этом году поднимут на величину от 70 до 85% в зависимости от класса автомобиля, а в дальнейшем будут ежегодно индексировать на размер в 10-20%, то есть значительно быстрее инфляции. Что это значит на практике? Возьмем на примере автомобиль самого популярного в России класса от 1 до 2 литров, с двигателем от 1 до 2 литров. Сейчас утилизационный сбор на него составляет 300 тысяч рублей, ну а с 1 октября он вырастет до 550 тысяч. В 2025 году утилизационный сбор добавит к цене автомобиля 670 тысяч рублей, ну а с 2030 года автомобиль станет дороже из-за повышенного утилизационного сбора на 1 миллион 200 тысяч рублей. Еще раз подчеркну, утилизационный сбор будет не просто расти ежегодно, а расти быстрее инфляции. Несмотря на свое название, утилизационный сбор к утилизации автомобиля он давно уже никакого отношения не имеет и никак не связан с попыткой защитить окружающую среду, это чистой воды протекционистская мера. Она была введена в Россию еще в 2012 году при вступлении России в ВТО. Правила ВТО запрещают вводить дополнительные импортные пошлины для защиты национального рынка, поэтому отечественное правительство выбрало вот такую специфическую меру по ограничению конкуренции со стороны иностранных поставщиков. Этот утилизационный сбор, как я уже сказал, по идее платят все, как производители внутри страны, так и импортеры, но национальным производителям государство через субсидии компенсирует эти потери. Если производитель хочет получить частичную компенсацию от государства утилизационного сбора, он должен обеспечить локализацию производства на уровне в 30%. Если же он претендует на полную компенсацию сбора, то он должен повысить локализацию как минимум до 50%, то есть половина произведенного автомобиля должна состоять из комплектующих произведенных на российской территории. Таким образом, из-за повышения утилизационного сбора подорожают только импортные автомобили, а российские, по идее, должны остаться такими же в цене. Об этом я к этой теме вернусь чуть позже, а пока на примере типичного импортируемого из-за рубежа автомобиля распишу, какую долю в нем играют различные сборы со стороны государства, как они формируют его цену. Возьмем для примера автомобиль Джили Кулрей, довольно популярный в России сейчас объект, который импортируется из Китая напрямую, в России не производится, в Китае он стоит примерно 70 тысяч юаней, а в России на пересчет рубли он бы стоил 900 тысяч рублей. С 1 октября утилизационный сбор на него составит 670 тысяч рублей, еще государство взимит с вас НДС акции с пошлину таможенное оформление, и таким образом совокупные государственные сборы составят более 1 миллиона рублей, то есть больше, чем цена автомобиля в Китае. Таким образом, государство удваивает цену на импортируемый автомобиль, и, казалось бы, недорогой такой бюджетный китайский автомобиль, переводя уже на российские реалии, начинает выглядеть как такая дорогостоящая покупка, которая оказывается не по карману большей части нашего населения. В выигрыше от этого решения, конечно же, находится российский автоваз, его и называют главным лоббистом этой меры. Но, несмотря на то, что государство компенсирует автовазу понесенные издержки в связи с повышением утилизационного сбора, вряд ли можно рассчитывать на то, что продукция автоваза станет более конкурентоспособной с точки зрения цены. Вырастут цены на китайские импортируемые автомобили, а вслед за ними, конечно, автоваз тоже поднимет цены, вряд ли он захочет отказаться от своей высокой прибыли и роли такого квазимонополиста на российском рынке. Достаточно сказать, что даже сейчас Lada Vesta в топовых комплектациях уже превышает сумму в 2 миллиона рублей. По этой цене можно купить тот же самый Geely Cool Rate со всеми государственными надбавками, со всеми избыточными таможенными платежами и дилитационными сборами. Ну а Geely, конечно, предлагает более интересные для покупки автомобили, чем российский автоваз, ассортимент которого, во-первых, явно не дотягивает до уровня крупнейших китайских производителей, да и опции и различные функции этого автомобиля явно также отстают от лидирующих китайских предложений. Стоит заметить, что сейчас автоваз занимает доминирующую роль на российском рынке по сравнению со всеми автомобильными брендами. Его доля в 2022 году после ухода из России европейцев, японцев и корейцев составляла аж сразу 35%, это исторический максимум, но потом в связи с постепенным освоением российского рынка китайскими брендами она стала падать. В 2023 году до 31%, а в августе 2024, самые свежие данные, доля автоваза упала уже до 26%. То есть тенденция, динамика для автоваза неблагоприятная, и он пытается в этой конкурентной борьбе с превосходящим противником опираться на государственную поддержку, на Министерство промышленности и торговли, которое просто делает конкурирующую автовазу продукцию более дорогой. То есть сам автоваз не может удешевить свою продукцию, да и не хочет, конечно, чтобы не терять деньги, но зато имеет возможность через инструменты государственного регулирования повысить цены на конкурирующие бренды. Важно заметить, что вот это доминирующее положение автоваза и в целом низкая конкуренция в России в сегменте дешевых автомобилей позволяют автовазу завышать цены и продавать нам с вами товары по более высоким ценам, чем те, по которым автоваз предлагает свою продукцию покупателям из других стран. Ну, например, Lada Vesta в аналогичной России комплектации, которая у нас продается за полтора миллиона рублей, в Белоруссии, гражданам Белоруссии, продается за 1 миллион 200 тысяч рублей на наши деньги. Почему так? Ну, потому что в Белоруссии рынок более конкурентен. Туда до сих пор продолжают массово увозить поддержанные автомобили из Европы, с которыми, конечно, новые российские автомобили не могут конкурировать на равных, что заставляет здесь автоваз снизить свои аппетиты и существенно сократить цену относительно российского рынка. Еще раз подчеркну, что автоваз явно чувствует надвигающуюся угрозу со стороны китайских производителей. Их доля до начала специальной военной операции не превышала 7%, а сегодня в совокупности китайские бренды занимают до 60% рынка. И это еще надо принимать во внимание, что такие лидеры китайского автопрома, как БИД и ФАВ, еще в полной мере не обрушили свою мощь на российский автомобильный рынок и присутствуют здесь фрагментарно. И уже все равно 60% рынка находится под контролем китайцев. Главным преимуществом, как я сказал, автоваза всегда была низкая цена, но ваз продолжает дорожать, и дорожает он по целому ряду причин из-за низкой конкуренции, но также из-за ряда технологических проблем, которые исходят еще из древних времен, когда автоваз встраивался в международную систему поставок концерна Renault-Nissan. Если помните, этот международный бренд приобрел сначала часть акции автоваза, потом расширил свое присутствие в России. С 2014 года, полностью попав под контроль французов, вся производственная деятельность автоваза оказалась завязанной, зависимой от поставок немецких, французских, японских и других производителей автокомпонентов. И когда Грянл Гром, когда из-за санкций западные производители отказались поставлять в нашу страну комплектующие для автомобилей, автоваз столкнулся с целым рядом проблем, которые сделали невозможным производство ряда уже традиционных для завода моделей. Конечно, не все так плохо, и отчасти импортозамещение в этой сфере сработало, ну, по крайней мере, электронные блоки управления для Весты, генераторы, рулевые рейки российские производители научились выпускать сами. Я не буду сейчас поднимать вопрос о качестве, я думаю, вы заметили, кто следит за публикациями в автомобильных журналах, то количество жалоб на качество российских автомобилей сильно выросло после 2022 года. То есть импортозамещенные детали пока не в полной мере соответствуют стандартам международных корпораций, которые ранее поставляли их в Россию. Но тем не менее, вроде бы что-то есть, надеюсь, это не переклеенные китайские шильдики. Все-таки отчасти импортозаместить это производство у автоваза получилось. Однако целый ряд ключевых компонентов, таких как АБС, датчики скорости, элементы тормозной системы и, конечно, автоматические коробки передач, здесь не обойтись без поставок из того же Китая. И таким образом оказалось, что с одной стороны, вроде бы, отчасти импортозамещение сработало, но с другой стороны, даже импортозамещенные лады-гранты выросли в цене настолько сильно, что сегодня уже переваливают в своем ценнике практически за миллион рублей, что ставит вопрос о конкурентоспособности автоваза в сегменте бюджетных автомобилей. Стоит также заметить, что у автоваза есть еще одна значительная проблема. Это очень скудный модельный ряд. Ну, у того же Ченгана, который официально поставляет в Россию 14 моделей, вот у автоваза их, по сути, всего две. Большую часть продаж, ну, практически 80% продаж автоваза делают всего две модели. Lada Granta и Lada Vesta. Granta 50% дает, Vesta еще 30%. Надо понимать, что Granta, конечно, более выгодный для автоваза автомобиль. Нет больше такой дешевой машины, которая бы поставлялась в Россию, ну, по крайней мере, в текущих экономических условиях. Более того, ее удалось после санкций довольно быстро вернуть на конвейер. Из-за того, что она разрабатывалась и запускалась еще до серьезной интеграции автоваза с иностранными производителями. Напомню, что Lada Granta стали выпускать еще с 2011 года, и по сути своей, ну, вот если уж так в широком смысле взглянуть на эту модель, то мы обнаружим, что в ее основе лежит такая древняя еще советская платформа от ВАЗ-2108. Несколько модернизированная. Ну, и двигатель, и коробка передач отсылают нас еще к последней четверти прошлого века. Отсюда импортозамещение прошло довольно быстро, и возобновить производство также удалось в относительно короткие сроки. Но цена все равно растет, и еще раз подчеркну, топовые Lada Granta стоят уже полтора миллиона, что никак не увяжется с категорией бюджетного автомобиля. С Vesta все значительно сложнее, как я сказал, только частично удалось заместить ее в выпадающие из-за запрета импорта из-за рубежа детали и агрегаты, но вот на цене ее это сказалось довольно серьезно, и она сегодня, по сути, находится в одной ценовой категории с довольно привлекательными китайскими кроссоверами. Есть в выпуске АвтоВАЗа еще линейка Нивы, это Нива Ледженд, 10% рынка она занимает, и вообще это, можно сказать, такой музейный экспонат, который выпускается без принципиальных изменений уже почти полвека. Машина, конечно, хорошая, но, очевидно, устаревшая для 2024 года. Вторая Нива, это Нива Тревел, по сути дела, чуть переделанная Нива Шевроле, которая запущена в серию была еще 22 года назад, ну, как говорится, сойдет для сельской местности, но цена также неадекватная. От 1 миллиона рублей за классическую Ниву и от 1 миллиона 300 тысяч рублей за Ниву Тревел, которая также, по сути своей, является очень сильно устаревшим и во всех своих смыслах автомобилю. Также есть еще Lada Largus, относительно современный. Это автомобиль, сделанный уже полностью на зарубежной платформе B0, но из-за нехватки комплектующих она производится в незначительных объемах, и цена ее уж совсем неадекватная, от 1 миллиона 700 тысяч рублей. В итоге модельный ряд очень слабый, очень скудный. Автоваз обещает его расширить, но пока звучит это не очень привлекательно. Обещают седан Aura и, значит, автомобильцы под названием Iskra. Все это также будет находиться примерно в категории Lada и Vest. Нет ни одного кроссовера, обещают кроссовер ввести где-то с 26 года, чтобы конкурировать с китайцами, но пока его нет даже в виде прототипа, даже в виде рисунка. Ну, вроде как, планируют с 26 года, не исключено, что это будет такой же китайц с переклеенными шильдиками, который в России будет собираться из автомобилекомплектов, которые приводятся в двух таких красивых больших деревянных ящиках. Кстати говоря, это самая Aura, Lada Aura, которая выйдет уже относительно скоро. Автоваз озвучил цену на ее базовую комплектацию, которая будет начинаться от 2 миллионов 600 тысяч рублей, 2 миллионов 800 тысяч рублей. Ну, для нашего времени это уже кажется вроде бы чем-то таким нормальным и адекватным. Ну, как, столько и стоят машины. Но если вспомнить совсем недавнее прошлое, 21 год, до начала специальной военной операции санкций, ну, вот примерно за 3 миллиона рублей можно было купить Audi A3 или Subaru Forester или Toyota Land Cruiser. То есть автомобили совсем другого класса, совсем другого качества, с совершенно другими техническими ездовыми характеристиками, внешним видом и качеством материалов. Но, в общем, российская внешняя политика делает свое дело, и доступность автомобилей в России стремительно снижается. Статистику об этом я приведу чуть позже. Так вот, в этих условиях государство вводит дополнительные поборы в пользу этого самого неэффективного производства, которое даже и не пытается развиваться. Это очень характерный пример, который позволяет нам понять, что сам по себе протекционизм – это лишь инструмент, и применять его надо с умом и в рамках долгосрочной производственной стратегии. Просто так ограничить конкуренцию для российского производителя, повысив цены на импортируемую продукцию, вовсе не означает повысить качество и эффективность этого самого производителя. Он лишь воспользуется благоприятной конкурентной средой и повысит цены, заставляя нас покупать свою продукцию, явно не соответствующую растущему ценнику. Стоит заметить, что повышение утилизационного сбора приведет, естественно, к росту цен на автомобили, и специальные издания, которые занимаются автомобильной тематикой, уже посчитали, цены на автомобили в России с 1 октября вырастут примерно на 10-15%. Не одномоментно, но в течение какого-то времени. Очевидно, сейчас дилеры закупились автомобилями впрок до того, как они столкнутся с повышенной утилизационной ставкой. Но, тем не менее, в границах ближайшего полугода-восьми месяцев цены на автомобили, в первую очередь импортные, а затем за ними подтянутся и российские, вырастут на 300-400 тысяч рублей. В этом году инфляция в России 9% и по оценкам Центрального банка, и где-то половину процентного пункта из этих 9% пришлись на автомобили. Соответственно, автомобили вносят значительный вклад в общий уровень цен, и важно понимать, что рост утилизационного сбора коснется не только личных автомобилей. Он вырастет также и на грузовики, и на строительную технику. Таким образом, российская экономика, сильно зависящая от импорта элементов основного капитала, в том числе импорта машиностроительной продукции, грузовых автомобилей, строительной техники, испытает на себе дополнительное инфляционное давление, и, как следствие, инфляция в России будет продолжать расти из-за такой не шибко дальновидной политики российского государства. Кроме того, автомобиль в целом станет менее доступным для наших граждан. Вот есть такая интересная диаграмма, которую я призываю вас рассмотреть более детально. Она показывает нам, как в последние годы, ну, как в последние 20 лет, изменялась цена на российские автомобили на российском рынке в сравнению с отечественными заработными платами. Красная кривая на графике — это средняя цена реализации нового легкового автомобиля. Обратите внимание, в 2023 году она вплотную приблизилась к отметке в 3 миллиона рублей. И в последние годы растет практически по экспоненте. В то же время средняя годовая зарплата до уплаты налогов в России растет куда более медленными темпами. Как следствие этого разрыва снижается доступность автомобилей. Синие столбики на графике показывают, сколько лет гражданину нужно откладывать свою заработную плату, чтобы, наконец, купить новый автомобиль. Обратите внимание, на 2023 год значение вплотную подобралось к отметке в 3,5 года. Нужно не есть, не пить, не спать, откладывать деньги целиком, чтобы накопить за это время средства на покупку нового автомобиля. Однако надо понимать, что еще и процентные ставки растут. Если вы не имеете возможность принести сразу всю сумму наличными, то придется брать кредит уже под 25-26% годовых. Это в еще большей степени удорожает автомобиль. Ну и в целом можно заметить, что объем российского автомобильного рынка стремительно падает. В 2008 году он находился на пике. Тогда в год продавалось примерно 3 миллиона автомобилей. В 2014 году, помните, этот резкий всплеск, первый всплеск цен на автомобили. Тогда оборот рынка упал до 2,3 миллиона автомобилей в год. К 2021 году после ковида он упал уже до полутора миллионов автомобилей. Ну а в 2023 году чуть больше 1 миллиона транспортных средств автомобилей было продано на российском рынке. В 2024 году произошло некоторое оживление. Особенно в августе 2024 года многие наши граждане, фирмы, таксопарки, компании, которые предоставляют услуги каршеринга, стали массово закупать автомобили для того, чтобы сделать это до грядущего повышения цен. То есть наблюдается некоторый всплеск, некоторое оживление, за которым, конечно, пойдет довольно серьезный спад, который в еще большей степени сузит объемы российского автомобильного рынка и снизит доступность автомобиля для российского гражданина. Важно понимать, что график, который я только что показывал, описывает динамику средних заработных плат, которые надо копить уже больше трех лет, чтобы купить новый автомобиль. А на самом-то деле две трети работников в стране у нас получают зарплату меньше средней. Средняя же только средняя арифметическая, а модальная, то есть наиболее распространенная заработная плата, оказывается меньше в средней примерно в два раза. Это первая проблема, то есть снижение доступности автомобилей из-за повышения утилизационного сбора произойдет. Вторая проблема – это устаревание автопарка. Российский автомобильный парк стремительно стареет. Это уже давнишняя проблема. В 2018 году средний возраст российского автомобиля составлял 9,5 лет, а в 2023 году уже 11,6 года. Не нужно, в общем, дополнительно объяснять, почему это становится проблемой. Растущий износ автомобильной техники приводит к повышению аварийности на дорогах, вредит окружающей среде, снижает производительность транспорта, который несет в себе все больше издержек для компаний, предоставляющих логистические услуги, для компаний из такси, из каршеринга, из других сфер, которые завязаны на использовании автомобильной техники. Все это снижает производительность труда в экономике, повышает издержки и также стимулирует инфляцию, что тоже вносит свой дополнительный вклад в растущий уровень цен. Но важно понимать, что последствия здесь не только негативные, но и позитивные. Правда, надо задать вопрос, для кого позитивные? Позитивные для бюджета. Доходы бюджета существенно вырастут из-за введения вот этого дополнительного утилизационного сбора. Собственно, не удивлюсь, что для этого в первую очередь затевалось его повышение, а во вторую же очередь для поддержки автоваза, который не может наладить эффективное производство, но прибегает к таким мерам конкурентной борьбы. В 2024 году благодаря введению утилизационного сбора повышенного, государство заработает аж 1 триллион рублей. Это вообще немыслимая сумма для такого вида платежей. Они всегда значительно меньше, имея в виду обложение пошлинами импортируемой продукции. В 2025 году этот показатель увеличится еще вдвое, а в 2030 году еще вдвое, при сохранении, конечно, текущего уровня спроса на иномарки. Но кажется, казалось бы, государство делает, вообще-то говоря, как оно нам может это объяснить, благое дело, пытается стимулировать производство автомобилей внутри страны. Так, может быть, стоит временно потерпеть растущие цены, а потом нам это обернется массовым производством локализованных автомобилей, которые будут продаваться по низким ценам внутри страны. Но у меня вызывает большое сомнение тот факт, что повышение утилизационного сбора повысит объем выпуска автомобильной продукции внутри страны. В первую очередь потому, что объем спроса при таких ценах оказывается недостаточным. Растущие цены отпугивают покупателя. В следующем году ожидается снижение спроса из-за повышения утилизационного сбора, а значит, и цен на автомобили. Соответственно, при низком спросе мотивы для осуществления инвестиций оказываются для компаний недостаточными. Кроме того, в нашей стране наблюдается явный признак перегрева экономики. То есть даже тот спрос, который есть сейчас, это спрос избыточный, спрос, простимулированный бюджетными вливаниями. Когда они прекратятся, спрос резко упадет, а значит, те инвесторы, которые вложат свои деньги в строительство производственных мощностей, в частности, в автомобильном секторе, столкнутся с проблемой перенакопления капитала. Завод построили, а продать автомобиль некому. Все это прекрасно понимают, и российские инвесторы, и китайские тем более, поэтому не спешат вкладываться в российский автопром. Вообще, Китай вольготно чувствует себя как продавец, а не производитель автомобилей на российском рынке. Как я сказал, он нарастил свою долю до 60%, практически ничего не производя в нашей стране. Есть один завод Хавел, который работал еще с 2019 года, еще сильно до санкций, но никаких новых производственных мощностей в России со стороны Китая создано не было. Однако, российские компании, продающие автомобили, Чанган, Фав, Джак, и, конечно же, Черри, существенно нарастили свою выручку, а компания Черри стала крупнейшей иностранной компанией в России в 2023 году, увеличив свою выручку за годы специальной военной операции почти на 500 миллиардов рублей. Она по своим объемам превышает все другие компании, работающие на основе иностранного капитала в России, но еще раз подчеркну, никакого производства компания Черри в России не имеет и не собирается создавать. По информации, которая была опубликована в издании Reuters, Министерство торговли Китая летом собрало представителей крупнейших автопроизводителей своей страны и настоятельно не рекомендовало им инвестировать в Россию и еще ряд стран из-за политических и экономических рисков. В списке нежелательных стран для инвестиций была Индия, Турция и Россия. Детали не раскрываются, но нетрудно догадаться, что в Россию Китай не намерен инвестировать из-за политических рисков, из-за риски попасть под вторичные санкции. Например, АвтоВАЗ находится во всех возможных санкционных списках. Есть вероятность, что и другие китайские автопроизводители, которые придут в Россию, также станут объектом санкционного давления, что для них все еще является критичной проблемой. Стоит заметить, что в России производятся также на автозаводе «Москвич» вроде бы автомобили на основе китайских комплектующих. Там объем производства несколько вырос, и глубина переработки также увеличилась. Сегодня это не просто сбор из-за китайских машинокомплектов. Все-таки там есть и окраска кузова, и сварка. Но все же во времена владения этим заводом компании «Рено» степень переработки и степень локализации была значительно выше. Прямые китайские инвестиции в Россию в принципе не идут не только в автомобильный комплекс, но и вообще в другие отрасли. В одном из роликов я рассказывал вам о том, как Китай предпочитает инвестировать деньги в небольшой Казахстан, но по сравнению с Россией небольшой. Туда объем инвестиций в два почти с половиной раза превышает инвестиции, которые Китай разместил в России. В Казахстане это более 40 миллиардов долларов прямых инвестиций в нефтегазовый сектор. В России Китай накопил прямых инвестиций примерно на 17-18 миллиардов долларов, и то также преимущественно в нефтегазовый сектор. Ямал-СПГ завод, который принадлежит китайской компании CNPC, также завод по производству в Калужской области оборудованный для нефтесервиса. Есть компания в Воронежской области, которая будет заниматься производством карбидокремния. Это инвестиции последних лет, но они совершенно незначительны в контексте инвестиций Китая в другие страны, куда он активно распространяет свой капитал, расширяет там свое присутствие, а в России он этого делать не готов, несмотря на заявление дружбы и любви с российским правящим классом. Короче говоря, в этих условиях Китай не размещает прямые инвестиции, боится, но занимается активным торговым освоением российского рынка. Российские корпорации, опираясь на институты государства, пытаются защитить свою монопольную власть на российском рынке. В частности, АвтоВАЗ это делает путем повышения утилизационного сбора через решение российского правительства. Это означает собой столкновение интересов российского и китайского капитала. Пока он носит частичный характер, такой разовый, лишь проявляя себя в отдельных отраслях, однако в перспективе такие ситуации могут распространиться и на другие российские отрасли, что заставит отечественное государство выбирать или поддерживать свой национальный капитал, или же идти на поклон к Китаю. И учитывая, что государство было и остается выразителем интереса господствующего класса крупных собственников, отечественное правительство будет вынуждено все в большей и большей степени склоняться на сторону своих производителей, своих инвесторов и своих компаний, а значит во все большей степени ущемлять интересы китайских производителей. Эта экономическая конфронтация непременно будет переходить в зону политического конфликта, поэтому не исключено, что в будущем мы станем с вами свидетелями сначала дипломатических, а потом уже более громких политических столкновений между российским и китайским правящим классом, в основе которого будет лежать борьба за передел рынков сбыта. Этим, этой теме, этим материалом мы посвятим еще не один выпуск на канале «Простые числа». Ну а на этом все, что я хотел вам сегодня рассказать, все ссылки на материалы, которые я использовал в сегодняшнем выпуске, будут приведены в описании под роликом, а я желаю вам всего доброго.